Всем привет, на связи МК. Сегодня вы узнаете, сколько стоят ваши данные у Google. Как качать торренты после ограничений Microsoft, когда закончится этот дефицит чипов и есть ли он вообще. Вспомним легендарную 3DFX и еще кое-что. Поехали. Анонсирована видеокарта 3DFX Voodoo 6. К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia. Нет, 3DFX не вернется. И коротко для тех, кто не в теме. На дворе начало 1994 года. Blizzard выпускает первый легендарный Warcraft. Только-только появилась спецификация Bluetooth, а кто-то из вас даже не родился. Четыре бывших сотрудника Silicon Graphics, эта компания выпускала машины, на которых создавались спецэффекты почти во всех фильмах 90-х, основали 3DFX и взялись за разработку видеокарт для ПК и аркадных систем. Сколько старых геймеров пускают скупую слезу, вспоминая те времена. Ее решения рвали в пух и прах конкурентов. Именно 3DFX придумала технологию объединения видеокарт в слай, и именно под ее решение делались игры с улучшенной графикой. Но, увы, уже к началу нулевых из-за совершенных ошибок и просчетов легендарный производитель GPU канул в лету. Nvidia выкупила все ее активы в декабре 2000 года. Вроде все объяснил. В общем, недавно в Twitter появился аккаунт 3DFX Interactive, правда без галочки, но почему-то все иностранные СМИ начали писать, а за ним и наши, естественно, что легендарный производитель вернулся и грядет анонс новых видеокарт. Новость взбудоражила даже морщинистых холдов. Не каждый день на свет выходят призраки прошлого. Тем более у многих о 3DFX были исключительно теплые воспоминания. Картинка анонса из фанатского арта с 7-летней давности и куча ошибок никого не удивили. Новая 3DFX Voodoo 6 на PCI? Серьезно? Этот стандарт не используется уже лет 20. В общем, компания, которая якобы купила 3DFX, вообще не существует и не зарегистрирована. Аккаунт в Twitter удален. И непонятно, зачем было вот так вот издеваться над стариками, но получилось хорошо. Майнинг. Мне кажется, про майнинг сейчас знают даже максимально далекие от IT люди. Мне уже подводники пишут. Миш, расскажи, что там по майнингу. Наверное, только всплыли. Чем быстрее окупаемость, ребята, не надо забывать, тем быстрее вы окупите эти карты и тем больше шансов у вас будет их окупить. И это неудивительно. Этот подпольный бизнес давал возможность окупить вложенные деньги всего за несколько месяцев. Сейчас, правда, эти сроки увеличились до года или даже двух, но все равно этого недостаточно, чтобы увидеть видеокарты в магазинах по рекомендованным ценам. И очередной надеждой геймеров был HardFork London для блокчейн-сети эфира. Коротко, HardFork — это разветвление в сети блокчейн, и один из патчей должен сжигать часть платежей за транзакции, которые раньше отправлялись майнерам. Прогнозы были разные, но большинство из них сводилось к тому, что доходы криптокопателей снизятся на 10-50%. Майнеры станут меньше зарабатывать, видеокарты медленнее окупаться и появятся в магазинах. Но, по крайней мере, это касалось эфира. Все случилось, и что вы думаете? А ничего. Эфир продолжает расти и стоит уже больше 3000 долларов. Топовые RTX как приносили по 15-20 тысяч в месяц, так и приносят. Возможно, нужно время. Не знаю. Но в любом случае есть другие монеты. Вон, Ravencoin подорожал на 30% после этих новостей. Так что, друзья, нет. Не в этот раз. Последним шансом остается эфир 2.0. Но когда он будет принят, сам основатель этой криптовалюты Виталий Бутерин не знает. Оно и понятно, такой радикальный шаг может привести к любым последствиям, вплоть до обрушения эфира и свержения его с серебряного трона криптовалют. И раз мы заговорили про майнеров, вот вам такая новость. В России затягивают гайки владельцам криптовалют. Сейчас в России владеть криптовалютой можно относительно свободно. Переводить деньги с кошелька на кошелек, менять на фиат. И какой-то слежки за этим полутеневым рынком не было. И всем было понятно, что скоро этот произвол закончится и за ними придут. Пришли. Росфинмониторинг выбрал подрядчика для создания платформы, которая будет использоваться для отслеживания транзакций с криптовалютой в стране. Тендер выиграла компания RCO, которая связана с Rambler и Сбербанком. А сумма проекта оценивается в 14,7 миллионов рублей. На самом деле сумма небольшая, если ее, конечно, хватит. Цель платформы – отслеживать криптовалютные транзакции и связывать кошельки с реальными людьми, чтобы органы при удобном случае могли задать им неудобные вопросы. Как такое возможно, спросите вы? Ведь все операции с криптовалютами анонимны. Ну, на самом деле все они совершаются с определенных IP-адресов, а их можно пробить у оператора, тем самым сдианонить транзакцию. Посмотрим, что у них получится. Пока Майнинг убивает рынок игровых видеокарт и ожить, как Кенни из Южного Парка, у него не получается, мультик Саус Парк идет на рекорд. Его продлили еще на 6 сезонов, аж до 30-го. Кенни, кстати, уже давно не умирает, а Мистера Говняшку помню даже я, хотя мультик уже не помню, когда последний раз смотрел, потому что он выходит с 97-го года. За этот мультик выложили 900 миллионов долларов. Это одна из крупнейших сделок в истории телевидения. Контракт рассчитан до 27-го года, будет еще 6 сезонов и куча фильмов на Paramount+. И даже игра. На данный момент ведется работа над 24-м сезоном. При этом дольше всех на арене держатся Симпсоны. 32 сезона за 32 года. Не буду повторяться. Видеокарты сейчас стоят больших денег, цены на них падают очень медленно. Недавно мы даже выпустили видео. Путеводитель по интегрированной графике. Посмотрите, кому интересно. И появился еще один претендент. Новые процессоры Ryzen со встроенной графикой. AMD выпустила на рынок новые APU Ryzen 5000G, которые ранее были доступны только сборщикам ПК. Новых моделей две. Это 6-ядерный Ryzen 5 5600G и восьмиядерный Ryzen 7 5700G. 7 нанометров, архитектура Zen 3, частоты под 4,5 ГГц и, главное, интегрированная графика Vega, которая в них разогнана под 2 ГГц. Как итог, первые тесты показывают, что такие встройки не оставляют ни шанса, популярные нынче затычки Nvidia GT 1030, обгоняя ее как минимум на 20%. А если учесть, что эта Vega отлично гонится и первые рекорды разгона уже показывают частоты под 3 ГГц, можно получить и уровень GTX 1050. На встройке. И спокойно играть в современные игрушки, которые лет пять назад тянула не каждая дискретная видеокарта. И самое главное, Ryzen 5000G это быстрая CPU, которая в будущем без проблем потянут видеокарты уровня RTX 3080 или RX 6800 XT, поэтому это хороший вариант на пересидеть. Но пока дорого. Магазины понимают, что это очень интересная CPU и поэтому ставят на них высокие ценники, вплоть до 40 тысяч. Так что будем надеяться, что это лишь ажиотаж первой недели продаж и в дальнейшем цена опустится ближе к логичным за такой CPU 30-35 тысяч рублей. Во сколько вы оцениваете свои персональные данные, хранящиеся у Гугла? В 10 тысяч? Может в 5? Ну или хотя бы в 1000? 180 рублей. Именно в эти 2 доллара и 15 центов были оценены утекшие данные из Google+. Сама утечка из этой уже не существующей соцсети произошла в 2015 году, и компания в лучших традициях умалчивала об этом аж 3 года. Но, как говорится, все тайное когда-то становится явным, и в 2018 году на Google 1,7 миллионов человек подали коллективный иск и за халатность, и за утаивание информации. Нет ничего удивительного в том, что Google проиграла. Окончательное решение суда выплата 7,5 миллионов долларов всем пострадавшим. Теперь нужно разделить эту сумму на 53 миллиона пострадавших. Знаете, сколько получается? 2 доллара и 15 центов. Вот так. Столько стоят ваши персональные данные. Спасибо, Google. В последнее время пользователи торрентов стали замечать, что защитник Windows считает их вирусами. Как оказалось, не просто так. Начиная с августа, это стало массовым, и теперь антивирус Microsoft будет агриться на торрентокачалки и программы для майнинга. А все дело в том, что теперь техногигант активировал в Windows 10 опцию безопасности, которая туда была добавлена год назад. Она создана для того, чтобы блокировать потенциально нежелательное ПО, и разумеется, кроме всяких клинеров и майнеров, под удар попали торренты. Кто с этим столкнулся и кому мешает? Нужно зайти в антивирус от Microsoft, далее перейти в параметры, управление приложением браузером, защита на основе репутации, блокировка потенциально нежелательного ПО. Если хотите, чтобы торренты работали, нужно отключить первую галочку. Что еще? Илон Маск построил самую высокую ракету в истории космонавтики. 118 метров, это выше пирамиды Хеопса. На ней в 2024 году американцы собираются вновь вернуться на Луну. Как сказал Маск, при разработке кислородно-метановых двигателей Raptor инженеры SpaceX ориентировались на разработки российских ракетостроений. Xiaomi вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. 17,1% смартфонов, проданных в мире, принадлежат этой китайской компании, которую лет 10 назад еще вообще никто не знал. А сейчас они производят все, от туалетной бумаги до телевизоров. Известный сайт Fortune сообщил, что ситуация на рынке полупроводников сейчас быстро меняется, и скоро о дефиците забудет, как о страшном сне. Дело в том, что в нем по традиции серьезно виновата паника. Многие компании, боясь остаться без чипов, решили закупиться им впрок, чем и вызвали исчезновение и рост цен. Все как у нас с гречкой. Сейчас паника прошла, спрос на чипы падает, а тем временем чипмейкеры уже успели нарастить их производство. Так что скоро, возможно, будет даже их избыток. Друзья, не забывайте про алгоритмы ВКонтакте, понравилось лайк, не понравилось диз. Ну и жду вас в комментариях. Это была рубрика «Что там в IT?». Не забывайте, что у нас есть паблик, ссылочка будет в описании. Читайте там все самые интересные новости. Меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»